Тот, кто ничего не ждёт, никогда не будет разочарован. Государство наше право. Формально получается, да. Три уровня сложности. Лёгкий, обычный и тот, который в компьютерных играх иногда называют смерть. Налоговый souls-like. У нас тоже все сомнения толкуются в пользу налогоплательщиков. Не у всех голова туда, что называется, пролезет. Опа! Вообще непонятно. Ты должен был читать закон. Guten Tags. О налогах человеческим языком. Всем привет. В эфире подкаст Guten Tags. У нас сегодня необычная тема выпуска. Мы сегодня будем говорить о принципе правомерных ожиданий налогоплательщиков. Ну и как раз разберём, что это за принцип такой. Хотя при подготовке у меня вспомнилась известная цитата из Трифольной арки Рихомарии Ремарка. Тот, кто ничего не ждёт, никогда не будет разочарован. Но всё-таки мы говорим про право и, так сказать, про взаимоотношения бизнеса и государства. Поэтому более подробно обсудим этот принцип. У нас сегодня гость из Санкт-Петербурга. Данил Антонов, налоговый эксперт. Приветствую. Добрый день, коллеги. И сегодня обсудим этот интересный принцип. Тогда, Данил, в чём он заключается? Давайте тогда, насколько сможем, простым языком слушателям нашим расскажем. Да, мне тоже, конечно, вспоминается известная цитата именно для людей из Санкт-Петербурга, раз уж вы так представили. «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — говорил Андрей Аршавин. Но, соответственно, в целом доктрина ожиданий, она достаточно распространена. И частные лица всегда будут ждать чего-то от государства. И причём от всех трёх ветвей власти. От законодателя мы ждём последовательного непротиворечивого регулирования закона, в том числе налогообложения. От судебной практики мы ждём следования при принятии решений единства в этой практике. Да, у нас нет прецедента, но есть принципы правовой определённости и так далее. Это диктует необходимость развития практики в едином контексте. И от правоприменителей, от госорганов мы точно так же ждём всего хорошего, предсказуемости, последовательности и так далее. Чтобы сузить, наверное, то, о чём я хотел сегодня поговорить, мы останавливаемся только на принципе защиты правомерных ожиданий налогоплательщика, в смысле ожидания налогоплательщика от действий исполнительной власти, последовательного непротиворечивого поведения. Этот принцип в целом не новый для России, мы его заимствуем. И в действительности он достаточно давно, уже в послевоенное время, начал развиваться во многих странах. Причём не только в Европе, в Германии, в Англии, в ЕС, но также и даже в Новой Зеландии, к примеру, в Африке применяют этот принцип. Как ни странно, есть конкретные кейсы, которые сегодня тоже можно будет обсудить. И в целом такая посылка, что если государство определяет своим поведением какой-то правовой статус частного лица, то это частное лицо может полагаться на то, что государство определило его статус правомерно, законно, и исходить при выстраивании своей дальнейшей деятельности именно из этого. То есть такое а-ля административные стопи. И здесь интересно, что тут логика развития такая, что в разных странах вырастал этот принцип из разных институтов. В Англии он вырос вообще из судебного прецедента. Можно уловить... В общем, что неудивительно, наверное, для Англии. Да, схожие черты. В Германии он вырос из германского гражданского уложения, из принципа добросовестности участников гражданского оборота. Дальше он был заимствован административным правом. И вот это требование такой предсказуемости последовательности государства. А можем какие-то примеры, например, привести, чтобы, так сказать, понять, зачем он в принципе... Не то, зачем он в принципе нужен, но в целом, да. Как он выглядит. Как он выглядит. Я начну с провокационного примера, а-ля постановка проблемы, чтобы было поинтереснее. Не только там международный опыт, общие слова слушаны. Вот представим, человеку, который ждал операцию 10 лет, ее назначили за счет средств бюджета. А за два дня до операции региональный Минздрав говорит, а мы тут накосячили, операция не положена. Или операцию провели, но после нее тоже поняли, что назначили незаконно, это лицо не подпадает под установленные законы. Возмещай. Да, возмещай, значит, расходы на эту операцию, которая могла быть совершенно огромной. Вот как здесь нужно решать эту ситуацию? Кто будет прав? Это частное лицо, которое полагалось на действия Минздрава и остальных лиц, которые причастны к этому. Либо же это все-таки лицо должно было осознавать, что у него нет этого права на операцию. Но мы поговорим потом о этих уровнях сложности применения этого принципа. Или вот из ЮАР, я люблю такие необычные примеры. В Африке применяется этот принцип. Начал применяться раньше, чем в России. Речь шла о финансировании частных школ. Там есть независимые школы, которые претендовали на получение субсидий. Значит, эти субсидии им были положены, они были заложены в бюджет, были заключены соответствующие договорные обязательства с публичными органами. А потом по ходу дела произошло сокращение финансирования частных школ. И дальше встал вопрос, а имеют ли они право претендовать на получение субсидий. Ну, там, конечно, этот вопрос был разрешен не в пользу частных лиц, не в пользу этих школ, а только в той части, где уже наступил срок платежа, они смогли взыскать субсидию на будущее. Соответственно, нет. Если переходить как-то к нашей практике, то для нашей российской налоговой практики принцип означает, как я уже сказал, что если государство допустило какую-то ошибку в отношениях с частным лицом, то оно должно брать на себя бремя этой ошибки и, соответственно, предоставлять налогоплательщику определенные преимущества, даже если формально все понимают, что он на них претендовать не может. И небольшой дисклеймер сразу скажу. Принцип, он сложно воспринимается сейчас в судебной практике. Я специально посмотрел, как наши суды его применяют. Вот 9-й апелляционный суд. Я дело оставлю вам. 10 июля этого года было принято решение, где принцип защиты правомерных ожиданий был перепутан с административной приюдицией просто. По делу по кадастровой стоимости суд пишет, что под этим принципом надо понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств. последовательность решений госорганов. Но это, на самом деле, вряд ли правомерные ожидания. Можно рассмотреть, увидеть какие-то схожие черты, но я думаю, что это просто административная приюдиция такая. То есть, если я правильно понимаю, мы говорим о ситуации, когда должен этот принцип применяться, во-первых, он у нас не писанный, получается. Я думаю, что его можно выводить из других принципов. Вот наш Верховный суд выводит его из принципа поддержания доверия к действиям государства. КС у нас, по-моему, говорил про принцип поддержания стабильности деятельности хозяйствующих субъектов. Такие формулировки. Да, есть. Я не уверен, что это вообще правовой принцип, он скорее что-то из области экономики, но этот принцип действительно защищает стабильность предведения предпринимательских деятельностей. Ну, потому что тоже бизнес рассчитывал на какие-то истории. Мне просто вспомнилось, кстати, вот, наверное, тоже пример некой реализации такого принципа, когда вводили 25-ю главу в 2002 году. Ой, я в школу тогда хотел. Да, да. В третий класс пришел. То получалось следующее, что глава же никаких льгот налоговых не содержала, а закон о налоге на прибыль содержал. И там, насколько помню, была льгота для медицинского, в том числе что-то оборудованной либо деятельности. И у компании были долгосрочные контракты, которые были заключены, и цена уже была сформирована по этим контрактам. И, по-моему, президиум тогда вышки тоже подтвердил, что по длящимся контрактам они имеют право применить еще те льготы, то есть по заключенным. Вот немножко перекликается, получается, с кейсом субсидиями, потому что они уже зафиксировали, договор есть, а те, кто обязательство сформировано, то для них этот режим работает. И получается, вот это важная особенность этого принципа, что пределы действия, и он, получается, не преодолевает, формальной нормы нет, но право этого налогоплательщика в данном контексте имеется. Он может реализовать право на льготу в отсутствие, вот в моем примере, в отсутствие самой нормы. Вот действительно, я сейчас подумал, в связи с тем, что вы сказали, можно искать корни этого принципа в также подходах, связанных с защитой правовой определенности. И получается двоякая ситуация. Определенность для одного, но неопределенность для всех остальных. И, возможно, где-то даже этот принцип будет наступать на пятки защите конкуренции, потому что разные налоговые органы могут иметь разную шкалу косячности. Пространство-то экономическое... Кому-то повезло, кому-то нет, получается. Да, да, да. И здесь всегда будет вопрос, связанный с конкуренцией. Я думаю, мы потом еще поговорим об этом, если время останется. А вот с точки зрения, получается, опять мы ищем какие-то аналоги или источники. Вот пятая статья, действие налоговых норм во времени, она в принципе здесь тоже с ним стыкуется? Или это частная реализация? Это вот то, наверное, с чего я начал. Я как себе это вижу? Вот есть этот принцип, он может называться по-разному. И пятая статья относится к тому, что мы ждем от законодателя последовательности. То есть это не принцип защиты правомерных ожиданий в том виде, в котором сейчас он присутствует в нашей практике. Это что-то более широкое. Это как раз требования к законодателю. Ну, то есть это что-то рядом, в общем. Но не то. Ну да, то есть формальный запрет ухудшать задним числом, что очевидно, тут вообще в принципе у тебя явно были ожидания, так сказать, определенные. Ну и плюс там дается время в течение текущего налогового периода перестроиться, подготовиться к поправкам. Ну это да, это что-то похожее, но не принцип в том виде, когда мы ждем от исполнительной власти последовательности в их решениях. Получается, опять же, принцип не писаный, тогда налогоплательщикам, если они захотят в каких-то ситуациях опираться, да, и считая себя уязвленными, на что, получается, ссылаться придется? На практику Верховного суда конституционного? Да, у нас есть принципы, о которых мы уже сейчас вкратце сказали. Я, честно говоря, не знаю, откуда они выведены, не успел просто посмотреть. Вот замечательный принцип, о котором Верховный суд пишет еще, ну, на моей памяти с 2015 года, дело Хорошева-Мневников, принцип поддержания доверия к действиям государства и его должностных лиц. Наверное, это было у конституционного суда и ранее. На этот принцип. Его нет в конституции, да, там, в законе, но на этот принцип. И, наверное, принцип правовой определенности, это у нас 6-й или 3-й пункт, или 6-й, статьи 3-й. Вот, я думаю, это такие базовые вещи. То есть, ценности, надо ссылаться на мои любимые принципы, на ценности высокого порядка, которые никто не понимает, как применить. Ну, это и плюс, и минус. Ну, во-первых, это красиво. И это плюс, да. И они применяются судами. Это не лирика, потому что иногда, вот когда лекции раньше читал студентам, начинал говорить про принципы, как они важны в налогообложении, ну, и скепсис такой же. На четвертом курсе все такие, дайте мне прямую норму. Какие тут принципы? А потом ты выходишь на практику и понимаешь, как можно гармонично применять принципы в своем месте. Потому что такая мета, как бы, сверху. Да, да. Регулирование. Ну, окей, то есть, пятая у нас, получается, статья, это близко, как бы, в этой такой системе этих принципов. И, соответственно, практика, да, действительно, у нас высших судов, по-моему, там еще Омск-Шина, у нас Конституционный суд, да, тоже разъяснял по кадастру, насколько я помню. Да, да, по кадастровой стоимости. У меня я читал. И дела есть, так скажем, в продолжении этого постановления Конституционного суда. Кстати, вот тоже отступление интересное. У нас есть забытое постановление Конституционного суда, которое, исходя из моего анализа, ни разу не было применено судами в рамках рассмотрения арбитражных дел. Может быть, вы вспомните его, но про него все забыли. Это постановление Конституционного суда 18-го, по-моему, года, о том, что изменение устойчивой практики правоприменения не в пользу налогоплательщика действует только на будущее время. А это по... Новороссийский порт, по-моему. Да, 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 да. И вот как его применять? Во-первых, у меня тут, конечно, большой вопрос. Ну, ладно, там, для всех других со следующего там периода, наверное, а для этого налогоплательщика чего не действует, это правило. Я для себя это объясняю, как, значит, санкция за невыполнение своих обязательств в условиях состязательности не доказал правоту свою в споре, хотя у тебя практика вся была. Ну, все, для тебя тогда это будет с этого периода, для всех остальных, видимо, со следующего. Но это не имеет смысла, если что, то постановление не было применено ни разу. Ну, потому что не очень понятно, как статистически, то есть из-за того, что практика... Устойчивая, нет понятия, что такое устойчивая практика. А это, кстати, тоже, вот вы сказали про пятую статью, это где мы ждем от законодателя. А вот это постановление, конечно, это как раз-таки, где мы ждем от судебной власти. Ну да, определенность. Мы всегда от кого-то что-то ждем. Про изменение практики вспомнилась, ну и текущая уже многолетняя сформировавшаяся практика по НДПИ ищебню. О, да. Да, крайне неприятная для всех. Они сейчас идут дальше. НДПИ сейчас в центре внимания. Ну, напомним, да, для тех, кто не в теме, да, что компании добывали известняк и считали его полезным и ископаемым, соответственно, у него определенная стоимость. А потом это дробили, и, как я уже понимаю среди коллег шутка, все-таки термин дробления в НДПИ тоже сыграл злую шутку. И, соответственно, уже облагали по более высокой цене сам щебень, соответственно, по цене реализации, да. И для многих это там 3-5 раз увеличило, если не больше, по-моему. А где законодатель, а где, точнее, через судебную практику это все не преодолеть, через, так скажем, свежее прочтение налогового кодекса? Там уже законодатель применяет повышающие коэффициенты, как это каренда 3,5 у нас появился по твердым полезным ископаемым. Тоже, кстати, 3,5 раз растет нагрузка. Ну да. ДПИ сейчас, да, такой налог очень конфликтный. Ну, то есть, вот, в принципе, в российской даже практике, да, то есть, Данил, еще, я думаю, подробнее там какие-то иностранные кейсы, то есть, их достаточно много, и даже, ну, даже вот перескакиваем, можем перескочить, да, например, текущее это какое-то лето 2024 года. Реформа налоговая или донастойка кому как нравится, да, например, отрегулировали пятилетнюю льготу по продажу долей. Да, что делать тем людям, у которых вот 4 года уже натекло, они, может быть, планировали выйти из бизнеса в следующем году. Ну, это как с пенсионным возрастом. Да. Так что, не выходи. Не выходи, как бы получается. Ну, это тоже, вот, то, что мы ждем от законодателя, более формализованно. Я почему сказал, что когда принцип защиты право-меренных ожиданий в отношении решений исполнительной власти, он не формализованный, это и плюс, и минус. Там хотя бы можно его подплаковать. А здесь жестко заурегулированный процесс принятия законодательных решений. Статья пятая, пожалуйста. Соблюдена она здесь? Ну, формально, да. Формально, да. Ее можно было бы расширить, наверное. И как-то на нее по-другому посмотреть, примитивно к этой ситуации. Но здесь, я думаю, нужна либо была, нужна законодательная оговорка какая-то, либо... Ну, переходные положения, которых часто, практически, я бы сказал, никогда не бывает. Да, ну, а как с пенсионным возрастом? Я думаю, здесь формально государство наше право. Хотя вроде как длящиеся тоже отношения, что называют. Ну, там можно разных примеров прийти. Можно привести, что сделка могла быть заключена в 24-м, платеж в 25-м, в НДФЛ у нас кассовый метод. Или там еще, наверное, похожий пример вот из этих же поправок, это то, что по КИКам вот этот единовременный ежегодный платеж, да, там же в этот режим на 5 лет входишь. И вроде этим тебе обеспечивали тоже некую стабильность, да. Ты знал, что следующие 5 лет ты по 5 платишь. Ну, у государства есть налоговый период, так что. Ну, формально получается, да, то есть здесь получается вот тяжело, да, эти ожидания реализовать, скажем так. Да, и тут я так скажу, это вот, если мы хотим чего-то большего в плане законотворчества, это немножко другое, все-таки другая ситуация по одной простой причине. Здесь государство, ну, действует уже в системе какой-то нормативного правового регулирования, у него есть правила, по которым оно живет. Да, дает ожидания, но ситуация меняется. Ну, как бы я законодатель дал слово, забрал. Риск, риск изменения закона, я правда не знаю, входит это в предпринимательскую деятельность или нет. Ну, регуляторные риски, по крайней мере, точно оцениваются на самом деле, и, по крайней мере, в экономике точно они. Ну, только вот вы, Дмитрий, как консультант, если бы к вам какой-нибудь предприниматель иностранный обратился, вы бы включили же это как риск. Ну, риски-то круглые. Мы это все понимаем, они должны понимать. А здесь исполнительный орган тебе говорит, как надо действовать, потом говорит, слушай, что-то я это перемудрил. Вот как по хорошевым дневникам у меня было. Инспекция приняла решение о возмещении НДС, потом такая, мы не будем возмещать. Почему? А решение наше незаконное о возмещении. Причем не отменено, не пересмотрено, ни выездной, ничего нет. Там вообще возмещение было по выездной, а по камералкам до этого отказ. Мы выиграем первую инстанцию, мы выиграем апелляцию. Арбитражный суд Московского округа говорит, ну да, действительно решение незаконное и сносится. И Верховный суд потребовался для того, чтобы восстановить справедливость. Вот, я думаю, это проблематично с точки зрения вот именно взаимоотношений с исполнительной властью. Есть же презумпция законности действий, да, насколько мы можем на нее полагаться. Ну да, еще пример можно, да, ИП Зайчук, да, который тоже сдавал, собственно, декларации по по УСН, по упрощенке, а потом выяснилось, что он там уведомление не вовремя через несколько лет, и по сути налоговая уже отказывалась от своих действий, бездействий. Ну тут да, интересно. Вот это дело, оно для меня было очень интересным, потому что Верховный суд очень такой повышенный стандарт добросовестности к налоговому органу применил, а фактически сказал, что налоговый орган должен был действовать своевременно. Он должен был ему сразу блокировать счета, своевременно проводить мероприятия налогового контроля. Но я это объясняю тем, что все-таки, по сути, предприниматель соответствовал всем требованиям, речь идет о формальном, просто о формальной неподаче уведомления. Ну да, да. Это все-таки форма, а к форме отношения попроще. У высшего арбитражного суда и сейчас у Верховного. Ну иначе несоразмерные последствия какие-то совершенно получаются. Поэтому простили нарушение срока на уведомление об освобождении по 145, поэтому простили отказ от льгот по пункту 5 на 149, ты можешь с пропуском срока это все сделать. Ну это формальное нарушение такое. Но в целом тоже близко вот к этому принципу. Это точно правомерное ожидание, но единственное, что я вот думаю, а если бы он по сути не соответствовал, да, это был бы уже другой разговор. Ну да, то есть у него там лимит по активам или по выручке бы был де-факто превышен, да, налоговый орган. Ну при этом без дробления, а вот он так вот чуть-чуть вышел за пределы. Я не думаю, что он мог влагаться. Ну да, потому что получается материальных оснований как бы изначально у него не было. Ну да, а если бы он постоянно выходил за этот предел там на протяжении 10 лет и на 11-й налоговый такая, слушайте, да, мы неправильно цифры перебутали, тоже вопрос. Ну да. Вот тут есть, я сразу скажу, забегая вперед, то, какие выводы я сделал на основании анализа практики применения у нас этого принципа, есть несколько уровней сложности доказывания того, что на тебя этот принцип распространяется. Для разных субъектов это будет разный уровень сложности. А для каких тогда субъектов получается? Ну мы подведем. А, хорошо, интрига. Это интрига. У меня будет два эксклюзива будет, да. У меня сегодня два эксклюзива. Значит, первый эксклюзив это три уровня сложности. Легкий, обычный и тот, который в компьютерных играх иногда называют смерть или еще как-то жутко. Это суперсложный уровень. И второй мой эксклюзив это вот то самое дело омской апелляции, которые 25-го числа этого месяца вынесли в пользу налогоплательщика, вот. Еще даже мотивировки нет, но мы его выложим обязательно. Прям налоговый соус-лайк выпуск у нас для тех, кто понимает, что такое соус-лайк. Да, вот, да. Отлично. А получается, вот мы смотрим отношения с административным органом, да, с органом исполнительной власти, тогда получается у нас точно есть прямые нормы, которые реализуют, это связано с разъяснением, да, получает 75-е, 111-е, и это тоже явно применение этого принципа. Все правильно, все верно. У нас такой феномен в законодательстве, ну не то, что феномен, а это точно защита правомерных ожиданий, 75-е, ты не платишь пение, если полагался на разъяснение, и ты не подлежишь налоговой ответственности, плохая оговорка, ты не подлежишь налоговой ответственности. Но по идее уголовный не должен, если ты следовал. Ну да, наверное, там про вину будет речь тоже идти, как в 111-е. И ты не привлекаешься к ответственности за совершение налогового правонарушения, если ты следовал вот этим самым письменным разъяснениям. И это пример, когда законодатель придает легальную форму принципу защиты правомерных ожиданий, устанавливая специальные нормы в законе. То же самое можно вспомнить, я вот хотел у вас уточнить по поводу соглашения о ценообразовании с ФНС. Ну, по сути, они должны следовать, да, заключаться. Редко, но... Да, и, соответственно, в мониторинге налоговом мы тоже можем увидеть аналогичные вещи. Вот это пример закрепления прямо в законе, здесь-то вопросов никаких нет. Единственное, что там освобождение от пении от ответственности. Да, то есть налог придется платить. Да, да, да. Но вот как раз, кстати, в рулинге, в мониторинге там и налог можно не платить, чем как бы пытаются, скажем так, в кавычках, подкупить налогоплательщику, что-то на это переходить. И, наверное, вот мне еще, кстати, вспомнился, это, наверное, тоже можно отнести, последствия повторной проверки выездной. Что если не доказан сговор, то есть я реально полагался на выводы решения, то, по крайней мере, штрафа там тоже не должно быть. Все правильно, да. Ну там, по-моему, пение есть, да? Да, вот пеня, а пеня вот будет. Вот как-то не система законодателя. Ну, а концепции нет, это мы уже привыкли, концепции нет. Ну, то есть, да, 75-111 это придание правой формы вот этим ожиданиям. Наш законодатель молодец в этом плане. А что тогда делать, вот опять же вернемся, если действительно у нас орган косячит, да, то есть он действительно выпускает там либо публичные разъяснения, да, либо конкретному, но вот мы часто поднимаем вопрос, там есть пул разъяснений Минфина, связанных с полностью игнорированием нормы, которые уже там 6 лет, потому что они переписывают предыдущие. Это десятки разъяснений, которые говорят, нет, тут налога платить не надо. И реально вот мы даже с запросами сталкиваемся, люди так с удивленными глазами говорят, а что, и правда платить не надо? Ну, и ты вот тоже пытаешься объяснить, что вообще есть прямая норма, и вот как здесь тогда, что в принципе ты как понимающий, ну, разбирающийся, наверное, налогоплательщик, который умеет читать, при наличии прямой нормы, это вот даже не сказать, что ситуация неопределенности, да, что есть прямая норма, что вот просто про нее исполнитель, который несет на подпись эти разъяснения, как-то, видимо, там, забыл и так далее. Хорошо. Тут все-таки вы меня вернули к критериям и разным, так скажем, уровням сложности. Начнем, не скажу, что со смешного, но с такого интересного примера. Исследования юристов из Новой Зеландии, это как британские ученые доказали звучит, я, конечно, понимаю, но вот эти вот исследования этих юристов позволяют нам систематизировать примеры, когда правомерных ожиданий у частного лица по отношению к исполнительным органам точно не возникает. Я сейчас примеры какие-то приведу. Давайте ответим. И здесь они градируются вниз, но на самом деле тоже на все вопросы ответа нет. Первое. Преступное поведение налогоплательщика. Условно дали взятку. Тут все очевидно. Недобросовестность. Хотя у него очевидно правовые ожидания, только не очень правомерные были, но были. Ожидания, да. Недобросовестность, понимаемая ими, исследователями, как очевидность ошибки, спровоцированной самим частным субъектом, когда ты не всю информацию, например, предоставил. А, ну это похоже, как вот в 75-111, там же есть исключение, если я там как бы важные факты сокрыл, по сути, ввел в заблуждение орган. Да. Дальше есть такой критерий, как решение госоргана, которое основано на, безусловно, ошибочной посылке. Что это такое? Я вот пример себе придумал. Пенсию по старости назначили младенцу. Ну, родители не могут ожидать, что он будет эту пенсию получать. Удивительная жизнь Бенджамина Бантона. Да, если только они не герои этого произведения. Есть недостатки в логической основе решения государственного органа, когда правомерные ожидания не предоставляются. Это самое сложное, мне кажется, очень такой размытый. То есть, какая логика должна быть применена, чья логика самая, что интересная и так далее. Ну, условно, там у тебя сплошные однодневки, там все это описывается, как все плохо, обналы там, а дальше, ну, начали нет. Может быть, как-то так. Выход за пределы полномочий, ну, то есть, когда ты явно понимаешь, что налоговый орган не может назначать стипендию студентам. И решение, вот это интересно, не соответствующее целям регулирования политики права и принципам. Не знаю, как. Вот туда можно все, наверное, в такой. Да, я, конечно, вот придумал, там, выдали лицензию на торговлю алкоголем в Иране, например, лицензирующий орган. Ну, и у нас, конечно, это все можно подвести. По цели регулирования, имею в виду, что у нас есть принцип целевого отполкования законодательства. Вот. Ну, вот с явным, с явным, вот тезис про явные ошибки, да, тут вопрос, насколько она должна быть явной. И кажется, у нас в Москве был, только я сейчас боюсь, не вспомню налогоплательщика, это с кадастровой стоимостью, когда в 50 раз, и там тоже, скажем так, вменяли в вину налогоплательщика, что вы, как субъект, не могли не понимать, что в 50 раз кадаструю стоимость, это явно какая-то техническая ошибка. Ну, вот дело, с которого я бы начал, если приземляться к нашей большей практике, да, есть предприниматель, ему на праве собственности в спорном периоде принадлежало производственное здание, это завод по производству керамической плитки, его внесли в перечень имущества облагаемого по кадастровой стоимости, как здание торгового делового центра. Он такой, ну, ладно, применяет пониженное налогообложение, кадастровая стоимость ниже, а ему суд говорит, в том числе отказное определение вышки, ну, ты же явно должен был понимать, что у тебя не деловой центр, правомерные ожидания здесь, конечно, лицу не положены. То есть мы уже примерно цепляемся за статус этого лица, он все-таки коммерсант, да, то есть это профессиональный участник оборота. Есть другое дело, налогоплательщик физлицо, у него был ОСН, но ОСН по другой деятельности, он как физик сдавал в аренду недвижимость, свою квартиру, грубо говоря. Долго сдавал и платил с этого всего дела НДФЛ, не налог по ОСН. Применял там вычеты соответствующие и так далее. Далее он продает этот объект недвижимости, и налоговый орган говорит, а, ну, это коммерция. И засовывает в базу по ОСН, трехлетний срок не работает. Дрехлетний не работает, вычеты НДФЛ на эти не положены, в общем, плати как коммерсант. И здесь Верховный суд встает на сторону частного лица. То есть он говорит, если налоговый орган действительно подтверждал, что у тебя это не коммерческая деятельность, это деятельность тебя как физика, это однократная сдача там в аренду одного объекта недвижимости, то далее в налоговую базу по ОСН это все не должно попасть, как у коммерсанта. Мы видим вторую зацепку. К физикам вроде как относятся. У нас, соответственно, вырастает здесь две категории как минимум, коммерсант и физическое лицо. У физических лиц, как я вижу, уровень сложности игры в правомерное ожидание легкий, обычный человек. У коммерсантов посложнее, но он тоже распадается там на две части. Вот, собственно говоря, коммерсант, который играет на сложном уровне, на суперсложном, смерть и так далее, это вот, например, профессиональный налогоплотник, плательщик, паут от нефти, определение судей Першитова, о котором мы уже вкратце упомянули, где Минэнерго, который вовлечен как госорган в процесс законодательного регулирования определения там налоговой базы, по-видимому, по акцизам, да, там в акцизам, там речь шла про вычеты для нефтехимии, то есть для НПЗ. Речь шла о том, что если ты сдаешь приобретенную нефть в переработку, ты вправе там применять вычет в порядке пункта 27 статьи 200-й. Это фактически расценивалось законодателем как, ну, субсидирование нефтехимии. И дальше был вопрос, как оценивать объем этой нефти. От этого зависит сумма вычета. Либо ты оцениваешь брута с учетом балласта, ну, там написано в Верховном суде с учетом балласта, балласт это механические примеси, как человек, который прошел курс по общей геологии, механические примеси, сера там в нефти, то, что содержится и так далее. Либо нет-то. Это прям вот чистая нефть. Чистый, так сказать, продукт. И у Минэнерго было написано бруто. Вычет больше. Все обрадовались, начали, по-моему, не только тот нефть, кстати, столкнулся с этим вопросом. Все обрадовались, начали применять повышенный вот этот вычет с учетом большего объема, который передается на переработку. А Верховный суд написал то, что для профессионального вот этого вот участника рынка, по сути, одного из там, не знаю, как-то с экономики, правильно сказать, одного из монополистов. Ну, в общем, у крупного налогоплательщика. Большую долю рынка он занимает, да? Да, большого вот этого налогоплательщика. Суперсложный уровень игры в правомерные ожидания. И для него должна была быть очевидна ошибка, которую допустил Минэнерго при регулировании этих отношений. И он не мог полагаться на то, что бруто это нормально. Он должен был считать понетто. Я не уверен то, что это так. Но я не так нет, чтобы понять, как они там думают. Ну, кстати, продолжая ассоциация с играми, есть игровая механика. Чем больше ты раскачиваешься, тем сложнее. То есть, получается, у крупного налогоплательщика у него и уровень сложности... И враги другие, они тоже. И уровень врагов вырастает с ростом этого самого налогоплательщика. То есть, у нас есть, получается, что вроде как систематизируя, эксклюзивы чуть позже, тоже рассмотрим. Есть, значит, легкий уровень, это физик. К поменьше таких претензий, требований. Есть средний коммерсант, это обычная компания, но при этом, которая действует на рынке. К нему там попроще требования предъявляются. А есть супер-профи, который, даже читая закон, понимает, что нет, законодатель хотел сказать другое, и я буду платить налог больше. Не знаю, как это на самом деле... Ну, здесь, да, вот насколько уровень понимания, потому что вот мы тоже обсуждали, да, если, ну так, в бок аналогии там этих тестов, если их можно назвать, да, вот у нас тоже все сомнения толкуются в пользу налогоплательщиков. Вопрос, насколько эти сомнения должны быть, ну, вескими, да, большими, и для какого слоя налогоплательщиков это применяется? Потому что я могу, ну, условно говоря, прикидываться и говорить, ой, я ничего не понимаю, знаете, я вот, у меня, знаете, дислексия у меня, я вот прочитал кодекс совершенно, что ставка по НДФЛ не 13, а 1,3. И штат юристов, которые там 20 человек сидят? Да, да, подтвердили. То есть могу ли я сразу, ссылаясь на это, что мне лично непонятно, да, применять вот эту оговорку? Огромный вопрос, я обожаю вот этот вопрос, потому что это, опять же, пункт 7 статьи 3. Ну, в общем, начнем с базы. Я не понимаю, как вообще применять пункт 7 статьи 3, потому что он говорит о том, что все неустранимые сомнения в толковании актов законодательства решаются в пользу налогоплательщика. Может ли быть неустранимые сомнения при толковании для суда? Нет, он профессионал, он всегда законы толкует. Соответственно, суд, видимо, должен встать на место этого самого налогоплательщика. Такая эмпатия. Да, он должен встать, представить себя им и подумать, а как бы я вот делал в этой ситуации? Вообще это невозможно. Поэтому многие европейские исследования говорят о необходимости усреднения, так скажем, уровня. Это будет средний налогоплательщик без дифференциации. То есть там есть разные точки зрения. Может, это будет средний налогоплательщик, но это все будет по внутреннему убеждению все равно. Ну, условно это, ну, я так совсем, наверное, утрирую вот это усреднение. Это квази соцопрос провели, там, какую-то выборку, и все сказали, я вот считаю так, это так. Вот. Да, это такой... Как у нас антимонопольные применяют же эти опросы, там, я уже забыл, для каких кейсов, но, по крайней мере, посылы рекламные они тестируют через опросы, да, то есть кажется вам, что здесь там недобросовестно, или что-то такое. Да, это вот, мне кажется, когда ты в прямом смысле будешь использовать фразу «суд по внутреннему убеждению». Это тот вопрос, который мы с тобой можем бесконечно разбирать на примерах, но никогда не выработаем вообще правила. Ну, как бы, да, а системно не получится. Да, это вот достаточно сложная история. Ну, получается, тогда мы фиксируем следующее, что как бы этот принцип, может быть, не манил, да, с точки зрения, что хочется сунуть голову в эту дырку в заборе, да, не у всех голова туда, что называется, пролезет в данном случае, то есть реально нужно оценивать более широкий контекст, неформальный подход, да, получается. Ну, и вот из тех принципов, то, что в Новой Зеландии коллеги приводили, там, в принципе, один похож, близок, все-таки существо над формой здесь тоже должно соблюдаться. Вот тут интересная сейчас мысль прям сходу ко мне пришла. Когда мы говорим о принципе защиты правомерных ожиданий, мы, наверное, должны оценивать добросовестность лица, как мы оцениваем ее применительно к необоснованной налоговой выгоде, но, возможно, с какой-то спецификой, но все равно эти два института, я думаю, что нужно как-то совмещать. Но в целом, да, точно. Ну, логично, у нас есть инструментарий, и в этой связи вот этот инструментарий, я думаю, что заменил бы ссылки Верховного Суда на практику Европейского Союза. Это вот под от нефти отказное определение, там впервые, наверное, да, налоговый суд в отказном определении. Ну, он подробно так еще написал, получается. Я думаю, что ЕС, когда принцип не предоставляется. У нас есть своя концепция, российская, ну, как не российская, конечно, тоже, но добросовестность, попроще. Ну, да, и получается, мне почему-то еще пример вспомнился, не знаю почему, видимо, мозг у нас так работает, что, опять же, про решение, ну, условное решение органов, это, кстати, многие сталкиваются, кто на права сдает, когда ты сдаешь город, и тебе, говорит, ну, все, вроде все, и сотрудник ГИБДД, говорит, припаркуйся вот здесь, ты не сдал, потому что здесь парковаться нельзя, хотя ты внутренне выдохнул, думал, что ты сдал, и тебе... Это провокация. Да, но это некая такая, да, провокация. В американском уголовном процессе, я читал, вообще с провокацией очень так осторожно относятся, и вроде как они там запрещены. То есть, может быть, кто-то поправит, кто знает, но это я с курса процесса. Ну, в этом смысле как раз вот орган ведет себя недобросовестно. Он не может провоцировать преступник. Недобросовестно. Ты же полагаешься на то, что... Ну да, очень интересно, кстати. Хорошо, а вот поднимали, вначале мы не обсудили про конкуренцию, что насколько вот применение или просто кейсы реализации этого принципа могут и затрагивают, или искажают. Этот конфликт будет всегда, это тоже очень сложная материя, потому что, с одной стороны, может быть налогоплательщик, который полагается на какие-то незаконные советы, так скажем, налогового органа в своей инспекции, и дальше мы ему даем правомерные ожидания, освобождаем от недоимок, от пеней, от штрафов. А другой налогоплательщик, его сосед, с которым не конкурируют на одном рынке, у него профессиональная суперналоговая, никогда не ошибается, все по закону. И он платит больше. Ну, это противодействие. Проблема, я не знаю, ну, это большая проблема, я думаю, она решается несколькими, так скажем, посылками. Первое, конечно, должно быть предоставлено равенство, то есть все налогоплательщики, которые оказались в одних и тех же условиях, и на них всех должен распространяться этот принцип. Актуально для кейсов общероссийских, типа, там, вот, приказ смену энерго, к примеру, и так далее. И сложности, конечно, на местном уровне. Второе, ну, конкурент может переехать, в конце концов. Глупую налогу. Такой рейтинг. Можно так говорить? Сделать, да. У нас мифическая. Да, мифическая. Но тогда тут возникает вопрос, очевидно, со стороны государства. Я, как государство, не готова. То есть, я одно, и у меня там миллионы исполнителей. И я, получается, риск каждого исполнителя должно взять на себя, но, очевидно, оно… Вот это мой мини-вывод, кстати. Я пришел к тому, что чем меньше государство доверяет своим органам и должностным лицам, тем меньше шансов у защиты правомерных ожиданий, как принцип, развиваться в этой правовой системе. У нас бесконечный налоговый контроль, если посмотреть в 89-м. Просто бесконечный налоговый контроль. Это первое следствие. Второе, вот как раз-таки то, почему так сложно этот принцип приходит. Это очень интересно. И, получается, а с другой стороны, вот если мы опять условно, мы тут все консультанты, да, то есть, и последний год стал актуален с точки зрения качества юр-услуг с известными делами. Посудосервис? Да. Ну, мы с вами, Дмитрий, никогда не боялись ничего подобного. Ну, я к тому, что бизнес-то по факту эти риски несет, на самом деле он существует. Кто-то его страхует, кто-то нет. То есть, в этом смысле, скорее, такой вопрос или гипотеза, может быть, некое развитие будет в том, что государство тоже может как-то страховать этот риск и какие-то другие там инструменты или ограничение размера ответственности. То есть, по сути, вот, кстати, у меня тоже поток уже сознания пошел. Вот тоже 75-я статья. Мы говорим, освободили от пении штраф, от недоимки нет. Баланс. Похоже, ограничение размера ответственности. Говорят, ладно, пению и штраф, как бы... Как санкция. Да. Хотя пение не санкция. Ну, да, я отдаю, как бы, да. Этот риск я беру на себя и страдаю, не получив пению и санкцию, которую бы мог получить. Ну, наверное. Другое ограничение ответственности, прекрасная норма о возможности взыскать с налогового органа убытки, который, по-моему, тоже никогда не применялся. Ну, практически, да. Там из общих этих 21-31-й. Тут судебные расходы-то взыскать бы в полной мере. Ну, вопрос развития принципа нас приведет, конечно, к тому, что будем искать ограничение этой ответственности. Ну, потенци... А вот, кстати, ну, я не знаю, вдруг в практике там международное встречалось, в принципе, какие-то вот эти лимиты встречаются или, условно говоря, там... Нет, не видел в плане лимитов. При разрешении конкретных дел право предоставляется. Что потом происходит с этим налогоплательщиком. Там же есть другие периоды, конфликтные, условно, да? Ну, к примеру, бабушке пенсию там незаконно назначили, она уже то, что получила, окей, ты получила, а дальше мы у тебя ее забираем или ты ее получаешь. Вот это опять бабушка-физик, и ей, по-моему, пенсию оставили навсегда. А что касается коммерсантов, то я не знаю, что там дальше. То есть это предмет для... Как это я люблю говорить? Диссертацию надо писать. Вот молодые, не только молодые, так сказать, кто нас слушает, вот вам тема... Это прекрасная тема для диссертации, я причем ее обсуждал еще с цивилистами. И у цивилистов же там тоже есть определенный эстопель, который можно посмотреть, увидеть общие черты с нашим принципом защиты промерных ожиданий. Прям классно. Ну да, в принципе, наверное, там большое должно быть пересечение, просто у нас тут субъект на уплатящее государство, а там две условно стороны сделки. И здесь тоже две полярные позиции есть, причем, то, что видим в иностранной литературе. Одни говорят, что в силу того, что этот принцип живет в публичном праве, ему там практически, точнее, в силу того, что мы его пытаемся применить к публичному праву, в действительности ему там места нет, потому что это всегда будет нарушать общественный интерес. Чего вы выделяете-то отдельного налогоплательщика? Это к вопросу о конкуренции. А другие говорят, если в частном праве есть эстопель, когда одно лицо дает ожидание другому, то тем более он должен быть в публичном праве, потому что здесь есть сильный субъект. То есть, опять же, две непримиримые позиции. И вот поиск этого баланса, я думаю, он будет бесконечным. Но у цивилистов точно есть головная боль с точки зрения налогов, наверное, можно скрестить, когда МДС сверху или внутри при изменении. Да, это тоже получается. МДС, там тоже, можно сказать, правомерное ожидание продавца или покупателя по договору, что у него цена вот таким образом сформирована. А тут еще налоги, так сказать, прилетели сбоку в цивилистику, что называется. Да, это очень интересно. Причем оно и получается, это как бы они, как это, вложенность такая получается. То есть, одна страна, если так генерируя примеры, могла правомерно ожидать, что МДС не будет, и она там правомерно льготу применяет, случилось то, что случилось, и дальше вот этот следующий слой, да, что делать с ценой, например. И опять же, и снова они в какой-то другой там уровень, если мы... И здесь тоже про вот эту вот предсказуемость и предпринимательские риски, потому что сейчас, я насколько помню, господствующая концепция, пишите, все в договоре четко и понятно, иначе потом будут проблемки. Да, и не нужно стесняться, если вы там напишите несколько абзацев, ситуации. Приложение к договору. Да. И дальше там эта книга фантазии. Справочник, какая у нас. Да, надо все прописывать, это стыдного ничего нет, это коммерческие отношения, это же не брачный договор заключить. Ну, там тоже, наверное, есть правомерные ожидания, так сказать, будем честны. Да. И это правда. Хорошо. Ну что, к эксклюзивчикам? Давайте к эксклюзивчикам. И потом еще, может быть, какое-то заключение или что-то финализируем что-нибудь. Два эксклюзива, даже, ну да, два получается. Значит, эксклюзив номер один, история из жизни, так сказать. Известно, что Верховный суд в действительности держит в голове принцип защиты правомерных ожиданий налогоплательщика намного чаще, чем он о нем пишет. Было прекрасное дело в октябре 23-го года, дело по нефтяной компании, которая пять лет подряд применяла льготу, установленную 342-й статьей при добыче нефти из ранее списанных запасов. Камералки проходили содержательно, без претензий. И на шестой год налоговый орган, также проводя камералку, то есть это была проверка текущая, это не выездная, ничего. Он передумал и фактически занял позицию, что эта льгота настолько сложна в применении, что никто не понимает, как ее применять, а поэтому вам вообще не положена эта льгота. И налогоплательщику пришлось дойти до Верховного суда за защиту своих прав. В итоге он победил с большим боем, так скажем. И в ходе судебного заседания судья Завьялова меня прямо спрашивала и налоговый орган, а при предыдущих камеральных проверках претензии были, а насколько содержательны были эти камеральные проверки, запрашивалась ли какая-то информация или просто декларации прилетали на ура. И здесь явно, что подтекст был как раз-таки такой, вы пять лет проверяли и подтверждали это право, почему на шестой год передумали, закон не изменился, практика тоже не изменилась. И потом был такой вывод, что ну вот налогоплательщик применял эту льготу так, как он ее понимал. В чем здесь незаконность, да? Давайте толковать уже, соответственно, норму все вместе как-то с применением всех принципов. И это пример маленькой нефтяной компании, это независимая ННК, господи, ННК, нефтяная компания. Независимая нефтяная компания. Ну, ННК, аббревиатура. Я просто, ННК есть еще другая. И, соответственно, это как бы не тот нефть. Ну, то есть, это вот средний коммерсант как раз-таки. Мы попали в среднего коммерсанта. Когда вроде как коммерсант, но не супер профи, ты маленькая нефтяная саратовская организация, у тебя добыча небольшая, выручка там двух миллиардов в год не превышает. Поэтому вроде как для тебя не должно было быть очевидно, что это сложная льгота. В итоге он победил этот прекрасный налогоплательщик. В текст определения не вошло все то, что дискутировалось в Верховном суде по защите правомерных ожиданий. Ну, а потом, конечно, Федеральная налоговая служба сделала финт ушами и отменила с 1 апреля 2024 года эту льготу. Ну, через законотворческий процесс. Ну, понятно, через Ирика уже. А вот в этом кейсе, по ощущениям, все-таки было принципиальным для суда, что все-таки коммералки содержательные были? Ну, наряду с другими аргументами, но не основной. Ну, то есть в любом случае на это смотрели, да, и это... Это, да, это подкрепило, так скажем, уверенность судей, судей, на мой взгляд, в добросовестности и последовательности налогоплательщика. Ну, и плюс само толкование льгот. Потому что налоговый орган его толковал очень расширительно. Ну, я ссылку оставлю, если кому интересно. Он выдумал... Сейчас переговорю, потому что плохо уже выдумал. Вот, и, соответственно, в этом деле также интересно то, что налоговый орган ввел несколько дополнительных условий применения этой льготы, которые не следуют из нее абсолютно. То есть, и противоречат действительности целям применения этой льготы. Так, следующий тогда эксклюзив. И второй мой эксклюзив. Совершенно недавно, 25 июля 2024 этого года, я когда ждал свое онлайн-заседание в 8-й апелляции, это у нас Омск, поскольку онлайн-заседание, тебе всегда нечего делать, ты там наливаешь чай себе спокойно, что-то смотришь параллельно. Ну, в комфорте. Пошла кухня налоговых спортов. Да, все в комфорте, все классно, ты не переживаешь у зала заседания в жаре или в холоде. И я обычно листаю, значит, что передо мной. Ну, какие дела слушает этот состав, чтобы, может быть, как-то даже встроить лихо в своем выступлении их предшествующие дела и сказать, что... А вот у нас никак у этих. Вот в чем отличие, например. Или наоборот, если они выиграли, то сказать, да у нас же то же самое все. Вот. И я открыл совершенно случайное дело, которое слушалось, это было налоговое дело. Суть очень интересная. По первой инстанции выиграна, апелляция засилила. Текста мотивировки пока нет, еще не успели опубликовать. Но ждем что-то интересненькое тоже, чтобы почитать. Ситуация в следующем. Идет стройка. Мы прекрасно знаем, что ты по ходу капитального строительства вправе заявлять вычеты по мере их принятия на учет. Если у тебя предусмотрена этапность сдачи работы, ты не должен ждать завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию. Что произошло по этому делу? Стройка шла с 2013 по 2020 год. И уже с 2013 года у этого налогоплательщика были как текущие камеральные проверки, так и просто комиссии побудительные. Где ему налоговый орган последовательно внедрял в голову тезис. Когда достроишь, тогда и получишь свои вычеты. Понятно, чем это интересно нашему государству. Разрыв, подрядчик заплатил, ты потом это возьмешь к вычету без процентов. Поэтому поиграть на разрыве просто для бюджета это классно. С учетом ставки текущей это еще выгоднее. Да, да, да. Ну и этот налогоплательщик начал, ну он уточнился там, где надо было, камералки не обжаловал, где ему там отказали в этом возмещении НДС. И в 2020 году налогоплательщик такой радостный собрал все свои вычеты за 7 лет. Бобахнул. Пришел в налоговый орган и сказал, возмещайте, я дождался. Налоговая такая, так вычеты же это поэтапно. Опа, вообще непонятно, как это нужно было, значит, так поменять свою позицию, что тут ты его обманул, по сути, а дальше ты ему опять отказываешь, говоришь, надо было поэтапно это все заявлять. И, соответственно, здесь, ну я не знаю, как вот вы бы разрешили эту ситуацию. Ну не, я бы, конечно, разрешил ему дать все-таки вычет. Да, потому что, по сути, тогда его вводили в заблуждение. Да, его вводили в смысле. Хотя, конечно, опять возвращаясь к нашей дискуссии, мы бы могли сказать, что... Но он должен был читать закон. Ты должен был читать закон и смотреть, что... Может, это действительно тоже будет иметь разницу, это суперкрупная строительная организация или там маленький подрядчик, маленький там заказчик, который строит небольшой объект, тоже, может быть, есть разница. Я бы, наверное, разделил эту ситуацию на две. Первое, когда тебя побуждают на комиссии, не вынося никаких правоприменительных решений в твой адрес. Здесь, ну, больше шансов налоговому органу и суду сказать, что нет, не положено правомерное ожидание. А второй случай, когда все-таки индивидуальные правоприменительные решения в отношении налогоплательщика выносятся. Отказы по камералкам в размещении НДС. Здесь он может либо их обжаловать, либо на них полагаться. В этом деле было и то, и то. И суды поддержали право налогоплательщика на принятие НДС к вычету за все. Ну, то есть, и где были побуждения, и где были правоприменительные решения. Потому что, догадываюсь, уже не очень суперкрупный налогоплательщик, там небольшая строительная организация. Ну, и, наверное, опять же, как вот в деле с неподачей уведомления, все-таки срок, это же тоже форма. Подрядчик-то заплатил бюджет. Ну, то есть, здесь не то, что бюджет дарит из-за своей ошибки. Ну, на самом деле, да. Просто вышел срок. Ну, мы вот, кстати, такие ситуации часто называем ножницы. То есть, условно говоря, как бы ты ни решил, налоговый орган будет твою позицию атаковать в любом случае. То есть, если ты решишь принимать поэтапно, будут говорить нет. Единственное, что за то, что у нас временной фактор, вроде как, ну, так, с точки зрения какой-то, не то что разумности, эффективности, тебе лучше спорить, если ты отказываешься поэтапным принятиям к вычету в этой ситуации, лучше спорить. И даже если ты проиграешь, ты тогда потом заявишь. Покажешь решение. Да, покажешь решение, да. А если ты не будешь спорить, ну, вот, будет тяжело размахивать руками потом, что называется. Ну, вот, выиграли коллеги. Ну, это, не, в принципе, это, конечно, позитивный фактор. Прямо так очень хорошо написано решение. Я специально, даже первая инстанция, ну, то есть, пока у нас есть только первая инстанция, очень классно написано. Я ссылку обязательно оставлю. И в этот день вообще у Омской апелляции были очень крутые дела. У меня было дело по налоговым последствиям субсидирования. Здесь у вас правомерное ожидание. Я, честно, тройке позавидовал. Ну, то есть, хоть что-то, не 54.1. Ну, это да. Бесконечное. Это да, так сказать. Как говорил гость нашего подкаста, тоже тезка, Данил Винницкий, что соусом в виде 54.1 во все блюда этот повар, так сказать, сыпет, мажет, льет. И из-за этого уже кухня, мягко говоря, приелась. Да, это правда. Назовем так аккуратненько. Иногда 54.1 появляется, там, где не надо. А если финализировать, ну, хорошо, мы вот вроде про такие высокопарные, высокоуровневые истории поговорили. А налогоплательщикам-то что делать? Вот какие-то потенциально можно дать рекомендации житейские или не очень житейские? Что им предпринимать, если в какой-то ситуации вот действительно, ну, они попали там вот либо в ситуацию ножниц, как я говорил, и вы говорили в примере, и в целом хотят применить, ну, считают возможным, например, применить этот принцип? Ну, я думал, я даже что-то себе набросал. У меня, правда, первым пунктом стоит переходить на средний уровень сложности и не выпендриваться. Но я не думаю, что это действенная рекомендация. Я бы начал с того, что, ну, желательно, конечно, использовать механизмы, которые уже есть в НК, которые легальны. Те же разъяснения. То есть, в любой непонятной ситуации получай разъяснение, индивидуальное. Ну, либо ищи неопределенному кругу лиц. Соответственно, это страховка от пеней, которые у нас огромные, там, X2 со второго месяца и большая ставка рефинансирования. И, соответственно, страховка от ответственности налоговой. Есть еще общая посылка, то, что нужно к этому принципу подходить в некоторых ситуациях с осторожностью, потому что, если ты хочешь на него сослаться, ты фактически признаешь, что государство неправомерно тебе там что-то предоставляло или что-то говорило в твой адрес. То есть, ты вроде как подтверждаешь, что строго формально у тебя нет права на то, на что ты рассчитываешь. Это сейчас вообще есть такая тенденция, что приходится раскрываться как-то. Вот в судебной практике вижу такую тенденцию, связанную с делами по налоговой реконструкции, когда вроде как налогоплательщика лишают права на альтернативные аргументы. Ты просишь о реконструкции, тогда не говори, что у тебя живые контрагенты. Так же и здесь. Ждешь правомерных ожиданий, признай, что государство совершило ошибку. Тебя могут как бы завести здесь в такую ловушку. В ловушку такую, да. В-третьих, наверное, я бы предложил максимально прозрачно и открыто, добросовестно взаимодействовать с тем госорганам, который тебе эти правомерные ожидания предоставил. Возможно, инициировать какую-то переписку, связанную со спорным вопросом. Что-то уточнить, к примеру. Понятно, что в некоторых случаях это может привести к тому, что уже сейчас отменят это решение, которое позитивное. Но это хотя бы тебя застрахует от того, чтобы потом не судиться полтора года с непонятным результатом. Вот, наверное, какие-то три такие вещи. То есть раскрытие себя, так скажем. Последовательное такое поведение. Ну, условно, если ты там, из головы тоже там пример, просто, в смысле, с воздуха. Если что-то у тебя там происходит в налоговых отношениях по налогу на добавленную стоимость, когда ты доказал право на вычеты, а раньше у тебя это сидело в налоге на прибыль, прояви последовательность, сдай уточненки по налогу на прибыль, не подвешивай вопрос. Ну, как вот так? Тебе дали возможность возмещать. То есть ты понимаешь, что вроде как это не очень правильно, но когда ты начинаешь возмещать, не оставляй, простор для того, чтобы суды сказали, что ты там злоупотребляешь, очевидно. И, кстати, в заключении опять пример вспомнился. То есть действительно, вот про ловушку, когда ты де-факто или де-юре должен признать, что ты неправомерно чем-то пользовался или получал, вспоминается, что у бюджета есть такой же подход, и он реализовывался конституционным судом, вспоминается налог с продаж, который признавался неконституционным, но денег не возвращали, потому что бюджет, правомерно рассчитывая на эти средства, уже их распределил, он уже их потратил. Ожидание бюджета. Да, ожидание бюджета тоже получается. Бюджетное планирование, как любят говорить. Сегодня, да, обсуждал тоже этот вопрос. Но я говорю, тема безграничная. Даниил, спасибо огромное. Коллеги, мы тогда завершаем. Будем рады отзывам, так сказать, насколько такие глубокие темы вам интересны, и хотелось бы, чтобы мы продолжили их обсуждать. У нас в гостях был Даниил Антонов. Подписывайтесь на наш подкаст. Всего хорошего. Всем пока, хорошего дня. Спасибо большое. Всем пока.